Нормального разработчика через онлайн фону все это присутствует. И работает это достаточно быстро. От отправки приложения в ту сторону до отправки, до получения приложения проходит не больше 5 минут. Короче, его никто не знает. Его не надо смотреть, потому что оно подходит только под ваш телефон. Он работает. Я думал, это любое приложение. Нет, нет, нет. Если ни у кого нет вопросов, то я хочу ответить финально на вопрос Артема. И, наверное, уже перейти к следующему докладу. Потому что время вышло уже. Насчет того, под какую платформу целесообразнее всего писать. То есть был вопрос, да? Да, да. Мы его и ждали. Ну, с точки зрения докладчика. Мы все как-то высказались. Ну, вот. Саша, пускай есть. То есть все зависит исключительно от людей, которым вы собрались этот продукт давать. Да. То есть это может быть либо Java. Это может быть игры для штатовских рабочих, у которых нет вообще себя. В принципе. И в таком случае целевой аудитории ваши будут люди с BlackBerry, с iPhone и с Windows Mobile. То есть это может быть много различных применений, но обычно можно следовать тому, как ведут себя в этом плане русские компании. Например, допустим, Яндекс, которые выпускают приложения. Там Яндекс карты, там допустим. Такое все. То есть они делают несколько версий. Они делают под Windows Mobile. Они делают под Steam. Они делают, по-моему, там даже Java. Ну и вот пару дней назад под iPhone выпустили пробки. То есть мне кажется, что... То есть они все пытаются делать. Мне кажется, что у нас даже Windows Mobile мы так сильно расстанем, чтобы можно было как-то с ним особо сильно направляться. Да. Можно целевой аудитории выдать Java билет и программу на Steam. Такое замечание, Windows Mobile давать, он немножко дороже, чем Sega. Ну, вы знаете, вот это устройство, которое... Оно дешевле. Самое дешевое из подобных устройств, но полностью оправдывает. Оно дешевле, чем Nokia. И заметьте, владельцы айфонов молчат. Присутствует.